Добрый день друзья, с вами Федерация судебных экспертов и тема нашей сегодняшней зарисовки судебная экспертиза детско-родительских отношений. Это категория психологических экспертиз и моим собеседником сегодня является Алена Анатольевна Панкратова, руководитель департамента психологических и психиатрических экспертиз. Итак, что это за вид экспертизы, с чем его едят, кто является заказчиком-ходатаем данного вида экспертизы, по каким категориям дел этот вид экспертизы чаще всего назначается? Заказчиком в этом случае, как правило, у нас является суд. Экспертиза детско-родительских отношений проходит, как правило, уже тогда, когда происходит бракоразводный процесс, и пара, родители не могут договориться о порядке общения с ребенком. И весь процесс, естественно, выходит в суд, в судебном порядке уже суд устанавливает порядок общения каждого из родителей с детьми, с ребенком, одним конкретным. В таком случае, поскольку ребенок сам за себя не может постоять, заявить, в таком случае назначается экспертиза. Дела о лишении родительских прав относятся тоже, то есть исследуются тоже в рамках данной экспертизы, да? Да, это возможно. Ограничение родительских прав или лишение родительских прав? Да, то есть здесь мы говорим также, как родитель влияет на ребенка, каждый из родителей, какое влияние оказывает, это может быть позитивное воздействие, это может быть негативное. Это все выявляется путем экспериментально-психологического исследования, также изучением материалов. Также эксперт принимает во внимание материальную составляющую, сколько времени каждый из родителей может уделить развитию ребенка, его психоэмоциональному фону. Это тоже немаловажно. То есть эксперт учитывает, грубо говоря, место работы, заработок отца или матери? В том числе, да, насколько у каждого из родителей есть возможность дать лучшую жизнь ребенку. Друзья мои, под видео обязательно задавайте вопросы, тематика очень интересная, особенно это касается мамочек и папочек, которые сейчас находятся в стадии бракоразводного процесса. В принципе, можете получить какие-то хитрые подсказки, хитрые консультации, как вести себя в суде и как вести себя при проведении судебной психологической экспертизы. Все, друзья, до свидания. До новых встреч. Спасибо вам, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok